Дарья Халтурина Дарья Халтурина Дарья Халтурина Дарья Халтурина Дарья Халтурина То есть, может быть, не самое главное, тем не менее, она работает. По опросам, 11% курильщиков, глядя на эти пачки с картинками страшными, подумывают о том, чтобы бросить курить. Исходя из этого, что вы можете сказать о той веке, которая наступает 17 марта, когда в соответствии с техрегламентом на пачках сигарет появятся пугающие картинки? Это еще одна мера в борьбе с курением? Как вы считаете, это эффективная мера? Действительно, появятся новые картинки. Теперь же в рамках Евразийского экономического союза на 5 стран. И в некоторых странах они появятся впервые. Это прекрасно. Еще полгода товарочная индустрия сможет, в принципе, их не обязательно наносить. Но через полгода все, этот срок закончится. Они будут, безусловно, эффективнее, потому что эти изображения будут спереди. Все-таки мы смотрим на переднюю часть пачки, прежде всего. И более того, спереди сверху. Теперь, по сути, вот это предупреждение о грустных последствиях курения уже будет достаточно трудно игнорировать. Вот у нас в стране непонятная ситуация с акцизными пошлинами, когда колоссальные деньги вывозятся, а в стране не остается практически ничего. Действительно, почти все, более 90% сигарет у нас производится транснациональными компаниями. Естественно, прибыль также вывозится за рубеж. Более того, даже в бюджет одной страны, одна госкомпания, конкретно Джипен Табака, это все уплачивает. При этом России остаются колоссальные проблемы, колоссальные затраты на лечение онкологических, сердечно-сосудистых, инфекционных заболеваний. Поэтому, конечно же, для табачной индустрии транснациональной наша страна это ферма, с которой они кормятся, люди погибают, на лечение средств нет. То есть ситуация совершенно абсурдная. Акцизы как раз и призваны несколько компенсировать вот эту ситуацию, однако у нас они, к сожалению, очень низкие. Они, например, где-то в 2,5 раза ниже, чем в таких совсем не очень богатых странах, как Болгария, Румыния, Турция. То есть это страны приблизительно нашего уровня дохода. Даже самые заядлые курильщики не хотели бы, чтобы курили их дети. Почему бы совсем не запретить курение на территории страны? Может быть, справедлива была та инициатива не продавать сигареты лицам, родившимся после 2014 года? Я лично вообще заполню делегализацию табака. Потому что если в алкоголе это все-таки вопрос дозы, и там нет доказательств каких-то очень большой опасности, уж очень низких доз в табаке, там очень такая прямая зависимость, даже каждая сигарета вредит. Это вещество с чудовищным потенциалом наркотической зависимости, вступающее только героину, никотин. При этом еще в сигареты намеренно добавляются вещества, которые воздействуют на самые разные рецепторы, в том числе и опиатные, и увеличивают вот этот потенциал зависимости. То есть те сигареты, которые курят сейчас наши граждане, это совсем не те сигареты, которые курили там дедушки, иногда бабушки. Это сигареты, скажем так, уже такие героинизированные в сторону большего потенциала усиления зависимости. Это, безусловно, неприемлемо. Спасибо, что нашли время для этого разговора. Напомню, что в гостях у нас сегодня была сопредседатель российской антитабачной коалиции Дарья Халтурина.